Мужчина с женой и с любовницей удовлетворяет разные свои потребности. Маленький спойлер, что дети, скорее всего, пострадают в любом случае, если вы разведетесь. Среди мужчин проводили исследования, где их просили охарактеризовать несколькими словами жену и любовницу. И там получились такие интересные результаты. Там, где жена, присутствовали такие слова, как верность, доброта, хозяйственность. А рядом со словом любовница присутствовали такие понятия, как красота или сексуальность, легкость, самостоятельность и чувство юмора. Получается, что мужчина с женой и с любовницей удовлетворяет разные свои потребности, не имея, скорее всего, возможности удовлетворить потребности с одной своей любимой женщиной. И, к сожалению, такие треугольники очень прочны в жизни, потому что только как будто бы с двумя женщинами такой мужчина может удовлетворить потребности, которые у него есть, не стараясь идти в глубину с одной женщиной, с женой, например. И, к сожалению, дело даже тут не в том, какая любовница, а в том, что именно только с ней какая-то часть мужчины может реализоваться, не имея возможности сделать это с одной женой. И в конце этого видео я дам вам конкретные упражнения и техники, которые помогут вам лучше понять себя, свои части, свои потребности и принять осознанный, правильный выбор. Как вы понимаете, это видео в основном только для мужчин, но я понимаю, что его посмотрят и женщины, поэтому, пожалуйста, делайте скидку и акцент на том, что я стараюсь донести мысль именно в первую очередь для мужчин. Так, давайте разбираться. Я предполагаю, что сейчас вы находитесь в состоянии, когда с любовницей всё достаточно легко, игриво, очень всё бурно, но нет понимания, будет ли так дальше, если вы к ней уйдёте. С супругой, наверное, всё уже достаточно уныло, сухо, неинтересно, пресно, но есть какая-то привычка, есть чувство долга, обязанности, есть очень много других невидимых нитей, которые связывают вас с супругой, и тем более, если есть дети, перед которыми вы чувствуете ответственность и не хотите, чтобы они пострадали. Маленький спойлер, что дети, скорее всего, пострадают в любом случае, если вы разведётесь. Но здесь можно поспорить и сказать, что если я останусь с детьми, с женой и с детьми, и дети будут видеть все эти скандалы, что ещё лучше? Да, это тоже справедливо, и здесь нужно много этих тонких нюансов и моментов учитывать. Поэтому я постараюсь вам помочь принять правильное решение. Меня зовут Константин Никулин, я семейный психолог и сексолог, досмотрите, пожалуйста, это видео до конца. Итак, давайте разбираться. Если вы сейчас стоите перед выбором, то, скорее всего, вы находитесь в эмоциональном состоянии, либо влюблённости, либо есть чувство вины, стыда, либо, наоборот, очень сильное вожделение. И это всё не помощник для того, чтобы принять правильное решение. Скорее всего, вы склонны сейчас делать определённые когнитивные искажения, когнитивные ошибки. Я бы хотел перечислить основные из них, чтобы уберечь вас от того, чтобы вы не произвели неправильный, неосознанный выбор. Первая когнитивная ошибка, скорее всего, которая сейчас присутствует у вас, это экстраполировать те отношения, которые у вас сейчас есть с любовницей, на ближайшее будущее и дальнее будущее, которое, возможно, вы планируете провести с ней. Имейте в виду, что секс с любовницей и секс с любовницей, когда она в статусе жены, это две разные вещи, как показывает практика. Не сразу, но спустя время вот та страсть, энергия, огонь и флирт, которые есть у вас сейчас в отношениях, они меняются. Почему? Не потому, что человек устал или приелись. Нет. Дело в том, что ваш сейчас такой сексуальный накал, он держится во многом за счет того, что присутствует вот эта легкость в отношениях, может быть какая-то секретность, может быть редкость встреч, и вы находитесь на определенной дистанции с любовницей, что позволяет подогревать эти отношения. Более того, мы все люди так устроены, что когда мы еще не вошли в союз, в брак законный, да, мы включаем демо-режим. Можно назвать это научным языком транслирования своего псевдо-я. То есть не такой, какой я есть на самом деле, а такой, каким бы я хотел, чтобы меня видели другие люди. Да, согласитесь, что скорее всего вы тоже с любовницей проявляете те какие-то свои качества, которые почему-то не хотите, не умеете или забыли, как проявляться своей супругой. Может быть чуть чаще дарите подарки, дарите цветы, говорите какие-то особенные слова. Это тоже ведь то, что возможно вам не свойственно в принципе в жизни с близким человеком долго. Да, и вот здесь важно понять, что то, что сейчас происходит, это не равно тому, что будет дальше, если вы уйдете к любовнице, потому что поменяется ваш статус. Имейте, пожалуйста, это в виду. Второе когнитивное искажение – это думать, что те чувства, которые испытывает к вам любовница, и есть настоящая любовь. Скорее всего, если, особенно если ваша связь еще относительно недолгая, несколько лет, пару лет, это еще недолгая связь, потому что долго – это когда люди 20-30 лет проживают вместе. Так вот, если ваша связь 2-3 года, то скорее всего любовница испытывает к вам не вот такую глубокую, сильную любовь, а скорее всего это влюбленность, которая может годами поддерживаться за счет дистанции. Просто когда мы сближаемся, мы четче видим несовершенства и неидеальности друг друга. И просто за счет того, что ваши встречи реже, вы не замечаете друг в друге те несовершенства, которые не начинают еще так сильно раздражать. В худшем случае это какая-то эмоциональная зависимость, а еще бывает и финансовая зависимость, да, что греха таить. Поэтому, если у вас есть мысль о том, что никто никогда меня так больше не полюбит, как она, если у вас есть мысль, что вот только с ней я нашел настоящую любовь, сто раз подумайте, потому что вы с ней еще не прожили бок о бок достаточно много времени с утра до вечера. Помните, как на изоляции в ковид, да, сколько было разводов, сколько было конфликтов. Я как психолог помню, какое огромное количество, просто шквал заявок был на скандалы и конфликты в семьях. Люди просто оказались замкнутыми друг с другом, да, и получилось вот то, что получилось в плане конфликтов и замечания того, что я раньше не замечал друг в друге. Иногда ко мне приходят на консультации пары, которые 30 лет вместе, и за счет того, что я им помогаю выстроить определенный диалог, они прям вслух проговаривают, а ты чего молчал? Ты почему раньше это не говорил? Или ты чего раньше это не говорила, что тебе это важно? То есть, в смысле, вы 30 лет вместе, и вы эту тему не обсуждали? Вот во многом за счет того, что люди долго вместе, но не научились коммуницировать, во многом и возникает большое количество скандалов и конфликтов. Ну а если с любовницей или с любовником, да, люди находятся какое-то короткое время, но здесь еще меньше шанс того, чтобы увидеть настоящего человека, настоящее его или ее чувство, и понять, что на самом деле она ко мне испытывает. Третье когнитивное искажение — это думать о том, что только с ней у вас начнется новая жизнь. Как правило, особенно это когнитивное искажение свойственно мужчинам примерно вот в 40, 37, 42 года, когда наблюдается кризис среднего возраста, и внутри тебя такая мысль, неужели жизнь пройдет, а я так и не пойму, что такое испытать настоящее чувство, испытать то, когда тебя так сильно любят, когда тебя принимают полностью абсолютно таким, какой ты есть. Вот если это накладывается на кризис среднего возраста, это усиливает когнитивное искажение. Так вот поймите, что скорее всего у вас начнется не новая жизнь, а новая жизнь плюс старая жизнь, особенно если есть дети, потому что с детьми придется встречаться, вы всегда для них останетесь и будете папой, и это нормально. Но большой вопрос, а как к этому отнесется ваша новая супруга, ваша любовница, которая станет супругой, как она будет относиться к тому, что вы будете встречаться с детьми? Я нередко консультирую пары из Европы, и у них по закону правило, что ребенок находится неделю или две с одним родителем, неделю или две с другим родителем. Вот представьте, если бы у вас было точно так же, как бы любовница в статусе жены воспринимала ваше общение с вашими детьми или какие-то пересечения с супругой по каким-то вопросам чисто бытовым, как бы она к этому относилась, что ваш ребенок, например, неделю или две жил бы с вами вместе, а тем более, если у нее есть свои дети еще. Четвертая когнитивная ошибка – это думать, что вы для любовницы, если вы с ней поженитесь или начнете жить, всегда будете на первом месте. Вот это вот, знаете, немножко даже инфантильное, то, что свойственно и мужчинам, и женщинам, многим людям, инфантильное желание обрети безусловную любовь, где меня будут безусловно принимать таким, какой я есть. Во многом это непроработанные детско-родительские отношения, даже если вы уже взрослый человек, которому за 50, бывает так, что у нас внутри живет та какая-то детская часть, которая очень хочет найти того человека, который будет безусловно принимать, глядеть на нас как на Бога, заглядывать в рот, говорить комплименты с утра до вечера и просто относиться к нам как к очень значимому человеку. Вот если чувствуете в себе такие тенденции, помните, что, скорее всего, это просто какие-то моменты, нюансы непроработанных детско-родительских ваших отношений с родителем. Это, во-первых. Во-вторых, для большинства женщин ребенок, как правило, бывает на первом месте. Давайте говорить честно, то, что есть в реальности. Да, на этапе ухаживания, флирта, женщина может полностью включаться в мужчину, она может говорить ему самые великолепные слова, но как только вот этот демо-режим заканчивается, как только мужчина с женщиной начинают жить плотно вместе, как правило, у женщины на первый план выходит либо ее существующий ребенок, там от первого брака, например, либо если вы рождаете вместе нового ребенка, он появляется у вас, то такая женщина будет уделять ему больше внимания, и у нее просто будет гораздо меньше сил, времени для того, чтобы, например, поддерживать тот же уровень романтики, секса, флирта и всего того, что у вас происходит сейчас в таком легком формате. Также я прошу вас учитывать, пожалуйста, тот факт, что бывает такое, не часто, но бывает, что женщина, которая вторгается в другую семью, даже если она говорит, что да я ничего такого не делала, все мы понимаем какие-то чуть более задержанные взгляды, какие-то чуть более откровенные взгляды или одежда, женщины хорошо все понимают, да, то, что как они своим бездействием флиртуют с мужчиной. Так вот, такая женщина бывает, что паттерн построения отношений через разрушение это единственно возможный для нее паттерн построения отношений. То есть, ну, не будем вдаваться в подробности, но нередко бывает, это то, когда такая женщина, еще будучи девочкой, очень сильно была в слиянии с папой, а с мамой у нее были плохие отношения. Ну, не только так, но иногда бывает, что когда такое бывает. Так вот, бывает так, я видел такие случаи, когда мужчина уходит к любовнице, а любовница начинает строить, будучи уже женой с ним, отношения с другими женатыми людьми. Просто потому, что ей вот это нужно. Ей нужно, ну, если так грубо сказать, разрушать другие пары. Помните об этом, что такие люди действительно существуют. Или обратная сторона. Мужчина сказал, я просто с ума сходил по ней, это была какая-то ферия. Но прошел год, два, три, и вот все то, что было, куда-то прошло. У меня ощущение, что меня обманули. И что он начал делать? Он начал заводить другую, вторую, третью любовницу, уже будучи в браке с любовницей. Помните это про себя. То есть поймите, если у вас есть такая тенденция к новизне, к ярким ощущениям, если вот вы чувствуете, что вам хочется постоянно какого-то такого экстремально яркой любви, то, скорее всего, такая тенденция может у вас сохраниться и в браке с любовницей. Ну, если не прорабатывать какие-то отдельные моменты. Ну, и третий момент, то, что все равно где-то на подкорке, на подсознании любовница будет помнить, будучи вашей женой, что вы способны на измену. Она это видела в союзе с вами. И она может, тоже такие случаи бывают, быть гиперревнивой. Очень сильно ревнивой, просто потому что понимает, что вы, сколько бы вы красивых, хороших слов ей ни говорили, можете и способны на измену. И пятая когнитивная ошибка, это убирать и не смотреть другие сферы жизни, которые присутствуют у вас сейчас с любовницей. Например, вы считаете, что у вас просто идеальнейший секс, просто что-то неимоверное. Это круто, но если вы уйдете к любовнице, у вас как минимум список из 10 еще сфер всплывет, которые, возможно, вы очень плохо понимаете, как эта женщина ведет себя в них. В хозяйстве, в том, как она будет с детьми, в том, как она будет в бытовой сфере. Насколько вообще она способна вам подавать патроны. Да, вот я хорошо помню, мужчина один сказал, что мне очень важно, чтобы жена была в тылу у меня, и что бы со мной ни происходило, как бы мне тяжело ни было, она мне подавала патроны. Все остальное ерунда, ну, то есть и была верна. А, конечно, здесь такое гиперобобщение, да, потому что каждому мужчине нужно свое, но все-таки насколько она надежная, вы еще ее не проверяли, насколько она способна проходить какие-то стресс-тесты, где вас, не дай бог, уволили, где у вас какая-то болезнь, где у вас постоянные какие-то свои внутренние кризисы, переживания, какие отношения у вас с ее родителями, с ее братьями, с сестрами, там, бывшими, с ее проблемами на работе, с начальником, как она вообще видит свою жизнь. Там столько факторов открывается в плане взглядов на здоровье, на то, сколько, куда и как часто нужно путешествовать, или она любительница какого-то простого отдыха, а вам нужны путешествия. По многим таким факторам, особенно деньги, секс, дети, могут быть очень серьезные противоречия. И когнитивное искажение заключается в том, что, да ладно, тут такой секс, что я ей прощу все, что угодно. Вот поверьте мне, это будет происходить только несколько, ну, даже лет пускай. А дальше такие мужчины прям и говорят, что даже если секс великолепный остается, что тоже большая редкость, ну, я не готов быть с ней только ради секса. И это, правда, то, о чем нужно постоянно думать, да, насколько вот эта одна сфера или какая-то другая сфера перекрывает все, что есть в остальном. Может сложиться впечатление, что я как будто против того, чтобы уходить к любовнице. И на самом деле это правильное впечатление, потому что я против того, чтобы уходить к любовницам, я за то, чтобы сохранять семью, я за то, чтобы разговаривать, даже если сложно, разговаривать, даже если всплыла измена. И об этом можно говорить так, чтобы становиться еще ближе. Но есть одно исключение. Вот одно исключение, когда я могу понять мужчину, да и женщину тоже, если он или она принимает решение уйти к любовнице или к любовнику соответственно. Это то, когда вы уходите не к любовнице, а это то, когда вы уходите от жены. Вот поймите меня правильно. Помню, хорошо была консультация с мужчиной, и он сказал, что, Константин, такая ситуация, я месяц назад ушел от жены, ни к кому-то, у меня никого нет, да, там на работе кто-то глазки строит, но я вот порядочный, то есть мне не нужно это. Но я ушел просто потому, что у меня ноги домой уже не идут. Меня постоянно сравнивают, ниже Плинтаса унижают. Я постоянно что-то недоделываю. Мне постоянно выносят мозг. Меня постоянно подозревают в чем-то. Мне постоянно говорят, у меня какие криворукие я и так далее. То есть, если вы настолько выгоревшие от отношений с женой, вам настолько там тяжело физически, что просто ноги туда не идут, то вот эту ситуацию полного, тотального выгорания, как просто пустыня какая-то выжженная, я могу понять. Но тогда нужно правильно сказать, что вы уходите не к любовнице, а от жены, потому что с ней стало настолько невыносимо, что внутри вы даже не рассматриваете вариант того, чтобы начать коммуницировать вдвоем или с супругой о том, насколько вам тяжело вместе. И здесь все равно, я считаю, правильным поступить, это взять паузу. Взять паузу, когда вы какое-то время, ну вот вышли из контакта и с любовницей, и с женой, может быть, на время. Может быть, просто уехали куда-то на съемную квартиру на 2, 3, 4 недели, сказав, что я никому, ни с кем сейчас встречаться не буду. И жене сказали, что обещаете верность хранить эту неделю. И любовницы сказали, что мне нужно подумать и принять решение. Вот это может быть более трезвый взгляд на то, что происходит между вами. Когда у вас мысли о том, что никто вас больше так не полюбит, как любовница, то это будет уже искажение. Но тоже, пожалуйста, не увлекайтесь этой темой, потому что может случиться так, что в какой-то момент, ну скажу грубо, вас может послать и любовница, и жена. Поэтому бережно относитесь к мнению каждой женщины, к чувствам каждой женщины. Но дайте себе пространство для того, чтобы разобраться. И вот о том, как же в себе разобраться, я сейчас и расскажу. Во-первых, есть такая техника в воображении своем представить и поменять местами жену и любовницу. Вот просто сядьте на минутку, закройте глаза, можно не закрывать, но просто представьте. А что если вот физически та женщина, которая у меня сейчас в качестве любовницы, она и есть моя жена, с которой я вот уже 15 лет, например, вместе. Что если я, когда возвращаюсь с работы, вот эта жена, которая у меня сейчас любовница, и есть моя жена, пишет мне, дорогой или недорогой, так, заедь тебе, ты что как долго вообще с работы? Тебя где носила? Купи продуктов, есть уже нечего. Зайди еще за прокладками и подгузниками для ребенка. И завтра едем к маме, да, потому что уже она жалуется, что мы давно не были. И я не пойму, ты когда там получку принесешь, да, в чем опять проблема? То есть вот все то, что, возможно, не устраивает вас с супругой, представьте, что это говорит вам любовница в статусе жены. А жена, та, какая она есть внешне, физически и так далее, но она в статусе любовницы, это какая-то у вас интрижка на работе, да, ваша коллега, которая очень сексуально одевается, которая такая легкая, которая не обременена детьми, какой-то тяжелой суперработой, проблемами с мужем. Она одна, легкая, свободная, она ждет вас в красивом эротическом белье, с ней шампанское, с ней какие-то интересные разговоры. И она таким взглядом или какими-то сообщениями намекает, любимый, может быть, повеселимся, жду тебя сегодня, давай забудем обо всем, ну и так далее. Но это как бы ваша жена физически, но в качестве любовницы. Вот прям прикиньте и хорошенько проникнитесь этой ситуацией. Как тогда поменялось бы, возможно, ваше отношение к жене? Остается ли она для вас все еще притягательной, как женщина? Остается ли она для вас все еще такой интригующей? Есть ли хотя бы капелька пространства того, что с ней тоже может быть флирт, легкость, какая-то игра, какая-то экспрессия? Просто тупо, потому что, возможно, вы уже лет 15 просто в статусе родителя, и при детях и не при детях обращаетесь друг к другу, мама и папа, вы уже забыли о том, что вы есть муж и жена, любовники друг для друга, да, с женой. Просто тупо из-за этой причины ваши отношения, ваш пыл и энергия сошли на нет. А если вы примерите на любовницу вот эту роль жены, которая уставшая, у которой болит голова, которая постоянно тыкает кучей бытовых вопросов, то она почему-то в этот момент перестает быть такой привлекательной. Подумайте об этом, пожалуйста. Также, помимо этого, я рекомендую задать себе несколько вопросов. Например, задайте себе вопрос, а каким вы становитесь рядом с любовницей? Вот каким мужчиной, каким человеком вы становитесь рядом с любовницей? И рядом тут же вопрос, почему нельзя почувствовать себя таким же с женой? Почему у вас не получается почувствовать себя таким же рядом с женой? Подумайте, здесь может быть много ответов и интересные инсайты. Второй момент. Попробуйте представить, каким вы останетесь или будете мужчиной и человеком через год, если будете с одной женщиной или с другой. Каким будете через 5 лет с ней или с другой, через 10-15 лет. Как вы себя будете ощущать? Каким вы будете человеком? Потому что нередко бывает так, что мужчина с женой такой расцвел, такой красивый. А жена действительно ухаживает за ним, старается, чтобы он классно выглядел, помогает ему, прикрывает тылы. И любовница влюбляется вот в этого элегантного, красивого, подтянутого мужчины, не понимая, что больше 70% заслуги в том, что он так выглядит с жены. Одна любовница прям рассказывала, что когда муж ушел от жены, и мы поехали там в какое-то путешествие, и я увидела, что он не так, не умеет просто даже собирать там чемодан, как-то выглядит и так далее. И я вмиг осознала, что вот весь тот лоск, вся та красивая картинка, которую я видел на работе, в нем как в руководителе, это дело рук его жены. И мне стало так грустно и обидно, что я, оказывается, влюбилась в то, что было создано добрыми, заботливыми руками его супруги, а не в том, чем он является на самом деле. Да и вот здесь порой неприятно, но очень честно можно себе признаться, что оказывается, если бы я так же и продолжал, например, гулять, не женился, или я бы женился на какой-то другой женщине, которая такая страстная, яркая, но которой вообще не нужны были отношения, то скорее бы всего я не являлся тем, кем я являюсь сейчас. Попробуйте это осознать. Может быть это так, а может быть и нет. Но подумайте о том, кем вы будете дальше, если продолжите строить отношения с женой или с любовницей. Дальше, третий такой вопрос вам наподумать, если представить, что любовница исчезла, ну вот в принципе, улетела куда-то на необитаемый остров и вы не знаете где, перерезала все контакты с вами, все, ее просто нет больше. Вот вся та энергия, вся та любовь, экспрессия, сексуальное влечение, энергии и желания трудиться над отношениями, что-то делать для отношений, дарить красивые подарки, говорить красивые слова, ухаживать, брать на руки женщину. Вот если все это направить в вашу пару с супругой, вот весь тот потенциал, который высвобождается, всю ту энергию, как вам кажется, неужели отношения действительно останутся такими же, как были. И да, возможно, вы с грустью осознаете, что да, эти отношения больше не спасти. Но если вы понимаете, да, елки-палки, я мало что делал, действительно, для того, чтобы мои отношения с женой были такими яркими, красивыми, харизматичными, да, я правда чувствую, что я достаточно много направлял энергии куда угодно, на работу, на друзей, на каких-то временных или постоянных женщин, но только не на то, чтобы общаться, в том числе, на какие-то интимные темы с моей супругой, то может быть, правда заключается в том, что над отношениями я толком и не работал. И тот агоний экспрессия, который легче просто было получить, потому что любовница, это как легко воспламеняющаяся какая-то жидкость, а супруга, это что-то уже такое отсыревшее и так далее. Но если направить дух своей любви, свое дыхание жаркое, то можно сделать так, что вот эти отсыревшие дрова, они превратятся в сухие, яркие, легко воспламеняющиеся щепки, которые можно будет вернуть тот огонь страсти, который у вас был в самом начале ваших отношений, то может быть, это поможет вам поработать над отношениями. И для тех, кто любит, скажем так, структурировано, логично воспринимать информацию, я предлагаю вам разделить лист бумаги на 4 квадрата равных, да, и написать последствия для меня и ниже последствия для других людей. Последствия позитивные, если я принимаю решение остаться или уйти к любовнице, остаться с женой, и последствия негативные для меня, и последствия негативные для других людей, да, это могут быть супруга, это могут быть дети, это могут быть коллеги по работе, да кто угодно, если я ухожу к любовнице, да, и последствия негативные и позитивные, ну, соответственно. Прям полезно выписать, и там может быть по 5-10 пунктов в каждом квадрате. И нередко, когда это ты видишь, а не просто думаешь в своей голове, ты начинаешь взвешивать и воспринимать все гораздо четче. Возможно, если женщины сейчас смотрят, они думают, как вообще можно сравнивать, к кому уходить. Не уходи тогда от обеих, если ты выбираешь. Да, конечно, и понимаю, может быть, в этот момент может быть много гнева, как злости на то, что мужчина вот вынужден так выбирать. Но женщины нередко ко мне тоже обращаются с такими вопросами. А как выбрать, Константин, вот такая вот ситуация. С мужем все хорошо, очень добродушный, рукастый и так далее. Но с любовником такой огонь, такая яркая экспрессия. И чувствую себя последней женщиной, но не могу отказать себе в этом. Да, то есть это не только мужчины. И кому-то реально помогает взвесить все те аргументы за и против, которые есть. Конечно же, не последнее место здесь занимают дети. Дети тяжело проживают развод родителей. Но очень важно помнить, что сохранять семью только ради детей, если у вас абсолютный лед в отношениях, если вы каждый день собачитесь, ну, по любой просто теме, то для детей это будет гораздо хуже, чем если бы вы разошлись, но поддерживали мирные какие-то отношения в те моменты, когда контактируете со своими детьми. И знаете, некоторые дети прям говорят, для меня ценно то, что родители смогли сохранить нормальные отношения, даже будучи разведенными. Поэтому главное это сохранять человеческое лицо, главное это уважительно относиться к тому, с кем ты строишь отношения, даже если они разрушились, и чувствовать себя, чувствовать партнера, строить отношения с другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. И в завершение мне хочется сказать, что сама та ситуация, когда в паре появляется третий, вот этот треугольник, ну, давайте сейчас, в данном случае, когда у мужчины появляется любовница, сама эта ситуация говорит о таком серьезном крахе личной жизни, о том, что отношения зашли в тупик, но не просто из-за того, что не та женщина рядом со мной, нужно искать и перебирать новую. Да, иногда бывают такие случаи, что реально ты строишь отношения с какой-то жуткой стервой, абьюзером, человеком, который просто тебе всю душу выворачивает. Бывает такое, но редко. А скорее всего, чаще всего, вот мужчина, когда выбирает уходить от одной женщины к другой, скорее всего, ему самому пора разобраться в себе. То есть это не кризис отношений, чаще всего это кризис идентичности, кризис понимания того, что мне нужно, потому что не редко, я повторю, мужчины уходят от одной женщины к другой, начинают гулять потом и от нее. Просто потому что есть внутри та душевная пустота, та, может быть, какая-то детская травма, те боли, еще что-то, которые он гиперкомпенсирует через завоевание других женщин, через поиск той идеальной мамы, которая будет любить и принимать его таким, какой он есть. Мне хочется сказать, что мужество, на мой взгляд, не в том, какое количество у вас побед на любовном фронте, какая классная, яркая, сексуальная женщина рядом с вами. Мужество определяется той степенью ответственности, которую вы готовы нести за себя, за своих близких, за детей, за того человека, с кем вы вместе встали в упряжку. И иногда полезным, таким серьезным, ответственным и мужским, мужественным шагом будет сказать родному человеку, «Слушай, по-моему, мы запутались. Давай попробуем поговорить честно, без прикрас, без обид, честно о том, что у нас происходит». И если не получается вдвоем поговорить, да, я всегда открыт для того, чтобы принять вас на своих консультациях, помогаю и парам, и индивидуальным мужчинам, и индивидуальным женщинам разобраться в тех сложностях, в тех проблемах, которые есть сейчас в отношениях. Даже если отношения очень запутанные, очень кризисные, есть шанс всегда распутать их, и даже из тяжелого кризиса, конфликтов постоянных, выйти в такую близость, в такое доверие, о котором вообще, может быть, раньше и не мечтали. Поэтому желаю вам успехов. Если вам было полезно это видео, можете поставить лайк и написать свой комментарий, ту ситуацию, с которой вы сейчас сталкиваетесь. И если та сложность выбора, например, в которой вы сейчас находитесь, слишком сильна для вас, то приглашаю вас лично или парой для того, чтобы определиться, что вам делать дальше. Успехов вам и благополучия!